Меня зовут Ирина, я проживаю на Южном Урале в городе Магнитогорске, мне 32 года и я работаю в Skyeng около двух лет практически. Что касается моих увлечений, то мне повезло, потому что моя работа это часть моего увлечения. Я уже со школьницами полюбила язык и не было других вариантов, как поступать на инфакт и, к счастью, я совмещаю и хобби, и свою работу. Ну, свободного времени достаточно мало, остается только встретиться с друзьями и сходить в спортзал. И все, остальное время посвящаю практической работе. Я порядка 10 лет работала в других сферах, я работала офлайн, абсолютно в разных сферах, в том числе и переводчиком, и в металлургии. И преподавала в частной школе, и однажды совершенно случайно наткнулась на Headhunter на эту вакансию. И в 2015 году я первый раз пришла в компанию, но потом мне пришлось уйти по обстоятельствам определенным. И в 2016 году я уже вернулась окончательно. Потому что поняла, что используя современные технологии, уже неинтересно работать офлайн. Абсолютно вся работа здесь, дома, это очень удобно, комфортно, интересно. Вы знаете, ну, во-первых, рекламы достаточно много. Ну, вот в 2015 году, когда я самый первый раз вообще увидела в школу, это было совершенно случайно, я искала вакансию преподавателя. И вот на сайте Headhunter именно выскочило объявление Skyeng. Вот таким образом. Сейчас я вижу, что вообще вакансий везде, и в соцсетях очень много, и на сайтах поиска работы. Что это классно вообще, что люди могут узнавать сейчас гораздо легче и быстрее в этой школе. Первое собеседование было очень приятным. Я даже не ожидала, во-первых, что все так серьезно. На тот момент, когда я первый раз пришла, я не знала вообще, что такое онлайн-работа. Мне казалось, это какой-то такой, ну, подработка, скажем так, как у многих, мне кажется, такой стереотип есть. Но собеседование было достаточно таким сложным. Я бы сказала, несколько этапов. И как бы даже как-то волнительно это было. Потом я приступила к работе. Первые уроки, вы знаете, проходили весело. Да, потому что я тогда еще не умела работать нормально с платформой. Где-то какие-то были такие нюансы. Ну, сказать, что было что-то такое смешное, я сейчас не могу припомнить. Ученики мне пытались все отличные, все замечательные. Я работаю со взрослыми слушателями. И как-то мы сразу находили общий язык. И со многими, кто уже у нас даже не учится, кто закончил, мы до сих пор общаемся, поддерживаем связь и даже встречаемся иногда в Москве. То есть мы, скажем так, перешли во френд-зону. Необычная цель. Ну, вы знаете, да, был такой ученик. Цель действительно была необычная. То есть она была обычная, но мотивация была очень обычная. Ко мне пришел молодой человек и сказал, что он очень сильно обижен тем, что его девушка лучше его говорить на английском языке. Так как он очень много путешествует, и вот именно эта девушка, с которой он путешествует, она лучше его. Ему надо срочно и очень быстро с уровня принтимидия исполняться как минимум до аппинтимидия. Да, вот у меня был такой случай. Был ученик, который учит английский язык 20 лет. Он его учит, 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 бросает его каждые три месяца. И у нас он позанимался в школе практически полтора года. И я этим горжусь. Что мы перешли порог трех месяцев. Самое главное – это удовлетворение от работы и удовольствие от работы, колоссальное удовольствие от работы. Потому что в других сферах я поэтому и уходила, потому что в какой-то момент происходит либо выгорание, либо ты понимаешь через какой-то период времени, что это не твое, тебе это неинтересно. А английский язык, он именно дает, когда это действительно работает, это хобби, то очень много положительной энергии. Ты сам заряжаешься постоянно и других заряжаешь. Я думаю, в моем случае это так. Знаете, самое большое достижение, наверное, что я нашла наконец-то свою пристань. Я уже упоминала, что 10 лет я работала в разных сферах. И мне надо было именно пройти этот путь, чтобы понять, что преподавание – это мое. Это, я считаю, самое главное достижение в личной и профессиональной сфере. В профессиональной сфере, наверное, помимо преподавательской деятельности, я еще занимаюсь регрузингом. То есть такое небольшое определенное повышение, и чему я тоже очень рада. Рада тому, что компания действительно мониторит, отслеживает сотрудников и помогает им расти. Это очень важно. И в материальном плане, естественно, и в профессиональном. Наверное, в первую очередь я бы пожелала быть готовым к каким-то трудностям, быть готовым к сложным ученикам, быть готовым к тому, что человек в какой-то момент может представлять интерес к обучению. Надо как-то этот интерес в нем возродить. Быть готовым к тому, что надо работать и отдавать себя людям. Действительно отдавать. Иногда даже не жалея. Потому что это все возвращается, однозначно это все вернется. И просто, наверное, полюбить это. Полюбить свое дело. Потому что когда ты любишь всю работу, то ты светишься просто, мне кажется. Это отражается вообще на всех сферах жизни. Поэтому я бы вот посоветовала, наверное, определиться действительно твое, это не твое. Если твое, то прям в ом с головой. Лучший вариант, конечно, уехать в отпуск. Но не всегда есть такая возможность. Поэтому я для себя выбрала спорт. К прогулке можно побоксировать, допустим. Потому что мы все преподаватели знаем, что бывают всякие ученики. И иногда просто уже не хватает терпения. И вот какая-нибудь груша боксерская нам бы не помешала на самом деле. То есть нужно, мне кажется, давать выход вот этой негативной энергии. Обязательно. И выходить из дома. Потому что мы, кто работает онлайн, мы очень много времени проводим в открытом пространстве, в квартире, в доме. Я выхожу часто в кафе работать. Мне это очень сильно помогает. Во-первых, я чувствую причастность к миру внешнему. И это очень нравится ученикам. Потому что они понимают, что преподаватель – это современный человек, который пользуется всеми, собственно, благами цивилизации. И поэтому вообще не благами. Так что, я думаю, надо просто выходить куда-то. Да, это очень хороший вопрос и сложный вопрос. Тут, наверное, все зависит от ученика. Но, во-первых, нужно быть очень гибким. Назначено. И подстраиваться под тип. Потому что у меня были, допустим, какие-то домохозяйки, бизнесмены. И абсолютно психологически все разные люди. Нужно прислушиваться к настроению. Всегда задавать побольше вопросов. Понравилось, не понравилось. Что бы хотели добавить. Что бы хотели улучшить. То есть я всегда корректирую цель. То есть человек приходит с одной целью. Нужно прощупать, та ли это цель действительно, которую он хочет. И уже в процессе обучения она, бывает, меняется. И если ты все преследуешь, ту цель – научиться писать письма, человек уже приехал в другую страну, то она будет уже неактуальна. То есть нужно постоянно чувствовать у человека, что он хочет. На самом деле. После каждого урока я спрашиваю, что вам понравилось, что не понравилось. Что бы вы хотели. Есть какие-то у вас вопросы. Вот буквально после каждого урока, даже с учениками, с которыми мы занимаемся, уже больше года. Идеальная часть урока – это, конечно же, говорение. Потому что я люблю поговорить и послушать. Если идеальный план урока, в моем понимании, идеальный план урока – это когда все навыки грамматические, лексические, фонетические отрабатываются в говорении. Если цель ученика, конечно же, начать говорить, либо улучшить, отполировать свой язык. Вот для меня это идеальный урок, потому что я не люблю исключительно сделать только упражнения, либо только писать, либо только лишь говорить. Должно быть всего по чуть-чуть, но все навыки должны полироваться в речи. Однозначно. И многократно. Девиз. Девиз, наверное, любить людей и делиться с ними собой, своими знаниями и своей радостью каждый день. Прежде всего, я бы хотела поблагодарить коллектив, поблагодарить людей, с которыми я работаю, своих учеников, которых я люблю практически всех, за редким исключением. Их хотела бы пожелать школе, конечно же, дальнейшего процветания. Я регулярно отслеживаю деятельность школы в соцсетях и вижу, что школа растет и развивается. Это прекрасно. И в 2018 году надеюсь, что этот процесс продолжится. Своим коллегам я бы хотела, конечно же, пожелать профессионального роста, радости от работы, финансового благополучия и классных и благодарных учеников. А своим ученикам я бы хотела пожелать хороших преподавателей, в свою очередь, не терять мотивацию, идти к своей цели и добиваться ее сквозь тернии к звездам.